Друзья, не так давно в выпуске по воспоминаниям Григория Давыдовича Алексеенко рассказывалось о, не побоюсь этого слова, легендарном партизане Роберте Александровича Клейне. История и биографический путь ветерана в первую очередь интересна тем, что он немец по национальности, который сперва воевал танкистом в РККА, потом в рядах партизан и впоследствии стал героем Советского Союза. Меня тогда заинтересовала судьба ветерана и я начал поиски информации о нем из открытых источников, впоследственно собирав материал на два выпуска с несвязанными между собой историями. Видео получились интересные и захватывающие, так что думаю, что никого они не оставят равнодушным. Ссылки на источники находятся, как всегда, в описании к видео. Было это на Днепре вблизи могилы Тараса Григорьевича Шевченко, вспоминает Роберт Александрович в августе 41-го. «Знали ли 15 моих братьев, что я их командир немец? Конечно, знали. Но им было также известно, что я советский человек, коммунист и готов, как я не если потребуется, жизнь отдать за родину. 15 красноармейцев, мой рот и 15 отважных парней отправили со мной по тылам врага. Приказ требовал от нас захватить в плен и достать в целости невредимости в штаб армии в золотоношу такого гитлеровца, который бы располагал важными сведениями о планах вероломного врага. Двое суток пробирались мы по тылам оккупантов, двое суток отыскивали их штабы. Тогда, не раз выдавая себя за их немца, я обманывал фашистскую охрану, нагоняя страха на полицаев и таким образом благополучно проводил своих ребят через такие места, где, казалось бы, не избежать на потасовке. Ну вот, наконец, мы облюбовали подходящий объект и с наступлением темноты бесшумно сняли охрану, после чего поставили своих часовых. Ну а дальше с несколькими красноармейцами я быстро вошел в помещение гитлеровского штаба и уже через несколько минут мы вынесли оттуда связанного по рукам и ногам немецкого офицера. После этого язык был благополучно доставлен золотоношу. Тогда командование армии получило от него весьма ценные сведения о планах наступающих оккупантов и это, между прочим, позволило вовремя перебросить часть наших сил под Чернигов, где гитлеровцы не рассчитывали встретить сопротивление. В операции за языком мы не понесли никаких потерь и все 15 моих братков получили за него правительственные награды Орден Красной Звезды, а я был представлен к Ордену Ленина. Но не удалось мне тогда получить эту первую правительственную награду. Очень скоро, 12 сентября, я был тяжело ранен в бою под Борисполем и след мой затерялся на земле, захваченной врагом. Как это случилось, рассказал партизанский комбат один из героев книги Петра Петровича «Верши горы» Рид Насан и Вислу, впоследствии председатель колхоза на Украине Андрей Калиныч Цымбал. И остался он раненый на огороде, когда фашисты в Борисполь из Киева прорвались. Лежит танкист клеем пластом рядом с подсолочником с пилом. Нога перебита, так что не подняться, не уползти. Но он тогда стебель подсолнуха зубами перегрыз, да решита добрался, выгрыз семечки и вроде сыт. Тут пить захотелось, а воды нет. Разум стал мутиться, словом смерть. И вот так вот день прошел, ночь миновала и новая заря на востоке занялась. И тут вдруг вышла на гору девчина, хозяйская дочка, и тут же увидела раненого. «Солдатик, утекай», — шепчет она. «У нас немцы во дворе, а раненый свое пить да пить». Глянула она тогда на рану страшную, тихо ойкнула и убежала. Ну тут, думает Клейн, конец. Небо у него в глазах черным-черно стало, и он тут же потерял сознание. А через полчаса приходит к себе и чует, что весь воротник мокрый. Эта девчонка та самая зубы ему рожала и в рот воду льет. Ну а дальше берет та девчина серп и начинает кукурузу жать. Жнет и прямо на раненого кладет. Целую скирду поналожила, шуршат сухие листья. А затем, словно ветерок подул, и тут шепчет она. «Солдатику, ты живой?» — «Живой», — отвечает Клейн. «Когда возможность будет, я опять приду. Сховаю тебя», — говорит та девчина и сует под бок тыкву с водой. Роберт Александрович впоследствии взволнованно рассказывал о нахлынувших воспоминаниях тех дней. «Никогда в жизни я не забуду свою спасительницу, девушку Катерину, а также ее мать, пожилую крестьянку и всю их семью, принявших меня как родного брата и сына. Пробыла у них до самой весны 42-го года. Прятали же они меня где только могли, выдавая за своего родственника, при этом отыскали поблизости какого-то фельдшера, который и лечил меня. Словом, сделали все, что было в их возможностях, при этом не посчитавшись тем, что жизнь не свою ставили под удар. Долго не было и в состоянии встать, а когда весной с грехом пополам рано зажила, то оказалось, что левая нога стала у меня короче правой. И тогда же весной настало время расставаться с моими спасителями. Решил и рассказывает Роберт Александрович, теперь для меня самый правильный путь это к партизанам. Но ступить на него нужно с толком и не с пустыми руками. Найду-ка я здесь в Борисполе надежных людей, сколочу с ними подпольную группу и сделаю все, что только сможем во вред оккупантам и на пользу Красной Армии. А уж потом двинемся на малую землю в партизанский лес». Этот-то план я и стал осуществлять впоследствии. Для начала устроился работать в бывший МТС в маленьком городе Переиславе. Затем осмотревшись, предложил свои услуги гаражу Переиславского гибетском миссариата. Ну а дальше раздобыл о себе подходящий Усвайс, на русском это значит удостоверение, а этот самый Усвайс помог мне в дальнейшем втерется в доверие к новой власти. Она на оккупированной земле создавала свою администрацию, пыталась налаживать хозяйство и, конечно же, обратила внимание на меня, на немца, поверив в мою придуманную биографию. И вот я уже поставлен на пост начальника гаража гибетском миссариата в Переиславе. О том, что произошло дальше, рассказывает Касым Кайсенов в своей книге «Из когтей смерти». Казах Касым Кайсенов воевал на Украине. Он был в числе первых организаторов партизанских отрядов в Киевской области. Партизанский отряд под командованием Кайсенова, отряд Васи, как любовно называли Касым и его боевые соратники, прошел по всей Украине от Киевщины до Закарпатья, при этом совершая одну за другой дерзкие и крупные операции. И вот как впервые встретились они с Робертом Клейном. В штабе партизанского соединения имени Чапаева шло оперативное совещание всех командиров. И вот тут вдруг вошел дежурный по соединению. «Товарищ командир», — доложил он, — «к нам прибыл какой-то человек из Переислава. Говорит, что ему очень нужно повидаться с вами». «Ну так пусть войдет», — ответил командир. А когда в землянку шагнул незнакомец, тут же спросил его, кто вы и зачем пожаловали. «Есть подпольная организация автомобильного гаража Переиславского гибецкомиссариата», — последовал ответ. «Меня к вам послал начальник этого самого гаража». «Да что ты мелешь?» — сурово перебил вошедшего командир одного из отрядов. «Начальник гаража в Переиславе немец. Зачем ему понадобилось посылать тебя к партизанам?» «Ну и что, что немец?» — возразил командиру отряда комиссар соединения. «Некоторые уже давно разобрались в обстановке и борются с фашистом. Не мешайте, товарищи, пусть расскажет обо всем, с чем к нам пришел». «Да он действительно немец», — ободренной поддержкой снова заговорил посланец из Переислава. «Но он наш советский. И то правда, что фашисты ему действительно доверяют, считая его за своего. Но Роберт Клейн знает свое дело, и это именно он создал в гараже подпольную организацию. У нас теперь работают только свои проверенные и надежные люди». «Клейн считает, что пришло время действовать, поэтому и направил меня к вам. Подпольщики готовы угнать все машины в партизанский отряд или уничтожить их вместе с гаражом. Они просят вас принять их в отряд». Косым Косинов, очевидец этой встречи, вспоминает далее, что тогда партизанские командиры все обсудив, договорились гараж в Переиславе уничтожить, а часть машин вместе с подпольщиками доставить в лес. Намеченная встреча состоялась через несколько дней в районе Хоских лесов, и хотя мы тогда были уверены, что встречаем настоящих друзей, партизанский опыт требовал от нас принятия всех мер предосторожности. Перед встречей мы расставили дозоры и секреты и стали ждать подпольщиков. «Товарищ командир», – доложил партизан Иван Гаман, «вижу машины, но это должно быть не они. А почему ты так думаешь? Ну так они должны ехать со стороны Переислава, а эта дорога ведет в Золотоношу», – ответил Гаман. «Это еще ничего не значит. Я, помню, взял бинокль из рук наблюдателя и увидел над кабиной передней машины красный флаг, о чем тут же и доложил товарищам. Ну только это они, видите? Это условно-опознавательные знаки. Да, и правда они. Вон и флаг на месте. Но почему же они едут со стороны Золотоноши?» – удивлялись партизаны. «Так это чтобы замести следы, сбить немцев в столку», – сказал Иван Гаман и удовлетворенно добавил. «Из этих ребят получатся настоящие партизаны». Ну а потом Кайсенов увидел, как автоколонна машин миновала крайне наблюдательный пост и остановилась на опушке. Из чащей леса в ту же минуту вышли командир соединения комиссара-партизаны, а дальше хлопнула дверка передней машины, и от нее навстречу партизанам слегка прихрамывая, побежал белокурый, стройный молодой человек. Перед партизанами он остановился, по-военному отдал честь и отрапортовал. Товарищ командир партизанского соединения, по решению подпольной организации шоферов, гараж Переславского гибецкомиссариата уничтожен. Старший лейтенант Клейн прибыл в ваше распоряжение 14-ю подпольщиками. Пока же Клейн докладывал, его люди вышли из машины и построились за ним в шерингу. Командир соединения горячо пожал руку Клейну, а потом сказал, обращаясь к его товарищам. «Поздравляю вас с вступлением в семью партизан! Поздравляю с успешным выполнением первого задания! Служу Советскому Союзу!» Торжественно и радостно прозвучало в ответ. Друзья, не забываем оценивать видео и оставляем свои комментарии. Кроме этого, проходим на канал и смотрим другие выпуски, которые вы не видели, которые, возможно, вам будут интересны. Ну и также не забываем подписываться на мои группы в соцсетях, канал на Яндексе, Рутубе и Телеграме, для того, чтобы мы с вами не потеряли друг друга. На этом же выпуск подошел к концу. Всем спасибо за просмотр, за поддержку канала. Всем удачи и до скорых встреч!